Белорусские профессионалы IT-сферы продолжают покорять Европу. И сегодня виртуальный мир боевых кораблей пополнился еще одним флотом, французским. Представлена вся его история. Рождение, становление, самоуничтожение. Совместная разработка компании Wargaming и программистов из Санкт-Петербурга уже давно заняла свою нишу геймеров всего мира. Ведь в игре представлены самые сильные державы за всю историю военно-морского флота. Как по крупицам воссоздавали корабли Франции, почему небольшой город на Лазурном побережье стал знаковым местом в военно-морских сражениях Второй мировой. Репортаж из Тулона нашего корреспондента Юрия Шевчука. Сейчас в это верится с трудом, но еще в начале 20-го столетия французский флот держал страхи не только страны Средиземноморья, но и самые мощные военно-морские державы планеты. Перед началом Второй мировой войны у Пятой республики было более сотни кораблей и подводных лодок. Город Тулон для презентации ветки французских кораблей был выбран абсолютно не случайно. Именно здесь в 17 веке появился флот Пятой республики. Именно здесь же в 1940 году практически все французские корабли были затоплены. Причем даже не фашистской Германией, а союзникам в лице Англии. Так уж получилось, что мощный флот оказался в слабых руках. Вооруженные силы Франции капитулировали перед захватчиками и войска были разоружены. Естественно, такое положение вещей беспокоило союзников, ведь эскадрой могли завладеть гитлеровцы. В итоге было принято решение, которое повлияло на историю военно-морских сил всего мира. Англичане видели во французском флоте угрозу для безопасности всего блока. Для того, чтобы корабли Франции не попали в руки немецких захватчиков, они затопили практически весь флот. А поистине черной датой в истории ВМС Франции стало 27 ноября 1942 года. Немецкие захватчики все-таки добрались до сохранившихся кораблей, но завладеть заветным оружием им так и не удалось. Французские моряки лично уничтожили флот, который им удалось уберечь после атаки англичан. В тот день были затоплены сотни судов, линкоры, крейсеры, эсминцы, миноносцы, подводные лодки. Мы хотели показать гостям и журналистам важность запуска французской ветки кораблей в игре World of Warships и, соответственно, рассказать об истории французов. А где это лучше сделать, как не на палубе действующего корабля военно-морских сил Франции фрегат «Жан Барт». Отлично олицетворяют весь флот Пятой Республики. Быстрое и хорошо вооруженное судно до сих пор защищает гражданские корабли от пиратов в Средиземном море. Кстати, именно высокая скорость всегда была отличительной чертой французских кораблей. Поэтому при разработке новой ветки для World of Warships программисты именно на этом сделали основной акцент. Отличительной чертой французской ветки будет именно скорость. Она позволит продумывать сценарий сражения, а также место и способ проведения битвы. Позволит быстро сменить дислокацию и лучше адаптироваться к переменам ситуации на поле боя. В зависимости от размера и количества деталей на воссоздание одного корабля у разработчиков уходит от двух до восьми месяцев. Это долгий и кропотливый процесс. Но в случае с французской веткой, самой сложной оказалась даже не техническая сторона вопроса. Дело в том, что во Франции вся информация о кораблях все еще контролируется военно-морскими силами. Поэтому понятно, что добыть такие данные у военных дело непростое. Но сложные переговоры, долгая исследовательская работа и годовой труд программистов принесли свой результат. Белорусские айтишники в тандеме с питерскими коллегами выходят на французский виртуальный рынок. Мы убеждены, что такие проекты позволят широкую аудиторию познакомиться с историей и культурой Франции. Для нас, конечно, это большая радость. В мире боевых кораблей флот Франции стал уже шестой веткой. СССР, США, Япония, Германия, Великобритания. Корабли этих держав под своими знаменами уже несколько лет собирают геймеров со всего мира. Недавно число регистраций World of Warships перевалило за 60 миллионов во всем мире. Узнать больше о морских сражениях первой половины 20 века и исследовать французский флот можно на сайте wovs.ru. А для зрителей телеканала Беларусь-1 Wargaming подготовил приятный сюрприз. При первой регистрации в игре каждый получит премиумный корабль «Диана» и 2 миллиона бонусов, которые можно потратить на изучение флота Пятой Республики. Юрий Шевчук, Александр Горбачев, агент статей новостей, Тулон, Франция.